Во второй главе книги Деяния описано первое евангельское собрание, и в то же время первое призывное собрание в истории Церкви. Сегодня в нашем очередном разборе книги Деяния я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом историческом событии. Уверен, что мы сможем многому научиться и сможем многое почерпнуть из сказанного об этом богослужении во второй главе книги Деяния. Мы не ошибемся, если скажем, что в данном случае главную роль сыграли здесь проповедник и его проповедь, но в то же время мы должны обратить внимание и на обстоятельства, при которых была сказана эта первая проповедь. Нам полезно будет узнать, а что же это было за собрание, на котором покаялась три тысячи душ. Не так ли? Как мы уже делали это раньше, и сегодня я хочу подчеркнуть одну важную истину. Обстоятельства, о которых мы здесь читаем, уникальны и неповторимы. Внешне меняется. Оно временно. Важно то, что непроходящие – духовные основы и принципы, которые остаются неизменными. В течение двух тысяч лет они не изменились. И вот с ними мы и хотим ознакомиться. На них мы должны обратить внимание. Пусть Господь Сам поможет нам в этом. С проповедником мы встречаемся в первой половине четырнадцатого стиха второй главы книги «Деяния». Коротенькое предложение, но оно о многом говорит. Я его прочту. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Со второй половины четырнадцатого стиха и до конца тридцать шестого стиха записана сама проповедь. Затем в конце мы видим призыв к покаянию. И в результате этого собрания три тысячи душ обратилось к Господу. Дорогие мои, причина такого невероятного успеха была не только в проповеднике и его проповеди. Здесь сыграли свою роль и другие факторы. Например, чем была вызвана эта проповедь? Что стало поводом для того, чтобы так проповедовать? Что побудило Петра встать и сказать ее? Вопрос, заданный народом. Что это значит? Но какими обстоятельствами был вызван этот вопрос? Свидетельством церкви, исполненной Духом Святым. Так что все началось с определенного состояния церкви. Если бы церковь не была исполнена Духом Святым, она не произвела бы такого впечатления на людей, находящихся в этот момент в Иерусалиме, и не побудила бы в них желание спросить, что это значит. И если бы не было у людей такого желания, то не было бы и этой проповеди. Так что следует начать не с проповедника, а с церкви. Какое влияние оказала церковь на Иерусалим? В пятом стихе второй главы сказано, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Люди эти собрались в Иерусалим по причине праздника Пятидесятницы. Обычно в праздничные дни в Иерусалиме собиралось около миллион человек. И вот читая дальше стих шестой, «Когда сделался этот шум?» Шум этот исходил с места, на котором были собраны 120 учеников Христовых, когда сошел на них Дух Святой. Об этом сказано, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И вот в шестом стихе сказано, «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». И вот когда шум этот разнесся по всему городу, народ сбежался к этому месту, с которого доносился этот шум. Но не шум привел народ в смятение, не это изумило и удивило их, не это привело их в недоумение. Причиной изумления было чудо, происходящее у них на глазах. В 12 стихе сказано, «И изумили все, и недоумевая, говоря друг другу, что это значит». Город был свидетелем невероятного события. Обыкновенные рядовые люди, их же соотечественники, иудеи, «но исполненные радости хвалили и славили Бога». Ничего подобного жители Иерусалима никогда не видели, и поэтому не знали, чем это объяснить, что эти простые люди говорили о великих делах Божьих, каждый на своем наречии. И они изумились, они просто были поражены, не зная, как и чем это объяснить. Однако некоторые решили долго не задумываться, а просто махнули рукой и сделали вывод, что люди эти нетрезвые, что они напили сладкого вина. Но большинство свидетелей этого события спрашивали друг у друга, что это значит. Так что этот вопрос был вызван духовным состоянием церкви, и он стал поводом для проповеди Петра. Церковь, исполненная Духом Святым. Да, именно это обстоятельство дало возможность Петру сказать проповедь, и в результате которой три тысячи душ обратилось к Господу. Так что церковь создает условия, атмосферу, определяющие исход собрания. Мы склонны винить проповедника, что, мол, он такой сухой, в нем нет жизни, и в этом причина безрезультатности его проповеди. Бесспорно, иногда это может быть одной из причин. Но если церковь жива, тогда и проповедник будет в таком же состоянии. Будьте уверены, в хорошей, живой церкви, исполненной Духом Святым, безжизненный проповедник долго не выдержит, или он сам переживет пробуждение, или же не в состоянии вынести такую атмосферу, он оставит церковь. В первоапостольской церкви мы видим чудный пример церкви, создавшей самые благоприятные условия для проповедей в Англии. Не ошибаясь, можно сказать, что успех или неудача проповедника в его служении пропорциональны духовному состоянию церкви. Каково состояние членов церкви, такова и атмосфера собрания. Например, почему иногда так легко проповедовать? Чувствуется духовный подъем. Очевидно, особое помазание. Люди внимательно слушают слово. Иногда просто удивляясь, откуда берутся новые свежие мысли во время проповеди. И почему, сказав ту же самую проповедь, скажем, в другой церкви, испытываешь совершенно противоположное. Атмосфера тяжелая, трудно говорить, люди невнимательны, и чувствуется, что слова просто не доходят до слушателей. Бывают исключения. Но я бы сказал, что в основном это зависит от духовного состояния церкви. О, какое благословение проповедовать в церкви, исполненной Духом Святым! Такая аудитория подготовлена Духом Святым к принятию Слова Божьего. Да, церковь, исполненная Духом Святым, всегда создает благоприятную атмосферу. И проповеднику предоставляется идеальная возможность преподать Слово таким людям. Почему людей влечет на такое собрание? Потому что исполненная Духом Святым община, как магнит, притягивает к себе души, ищущие истину. Поверьте, Дух Святой приведет людей в такую церковь. Такая церковь создает атмосферу, позволяющая проповеднику дать ответ и объяснить, почему эти люди такие радостные, почему они спонтанно и непринужденно могут славить Бога. В такой атмосфере нетрудно проповедовать. Для этого не нужно быть даровитым проповедником и красноречивым оратором. Голодного человека вообще нетрудно накормить. Не так ли? Когда церковь надеется на проповедника, способного привлечь слушателей, то можно сказать, что в этой церкви что-то не достает. Наполнить молитвенный дом слушателями не обязанность проповедника, это дело церкви, что привлекло людей на первое евангельское собрание, о котором мы читаем во второй главе книги Деяне. Кто привлек? Петр, известный проповедник, как вам кажется? Может быть, за день до этого праздника во всех газетах Иерусалима были помещены объявления, что, мол, приехал известный проповедник, который будет проводить специальные пробудительные собрания в центре города. Нет. Кто там знал Петра? И если бы даже некоторые знали его как одного из учеников Христа, то люди не могли знать, какой он проповедник, так как он никогда раньше не проповедовал. Это была его первая проповедь. Дорогие мои, не проповедник привлек многочисленную толпу на это первое евангельское призывное собрание, слушателей привлекла церковь, исполненная Духом Святым. Да, церковь, горящая огнем Божиим, привела город в смятение и тем самым создала и проповедника, и проповедь. Вот чему учит нас это первое евангельское богослужение, имевшее место почти две тысячи лет тому назад. В принципе, за прошедшие две тысячи лет ничего фактически не изменилось. Основные, краеугольные истины действенны и сегодня, если мы только желаем найти им применение. Обстоятельства и условия меняются, они неповторимы, но то, что лежало в основе этого первого богослужения, остается неизменным. Оно актуально и сегодня и является секретом успеха церкви в исполнении повелений Христа нести благую весть погибающему миру. Дух Святой всегда посылает проповедника со словом от Господа в церковь, исполненную Духом Святым. В данном случае он уже был членом церкви. Церкви не нужно было искать его, Дух Святой сразу его выделил. В 14 стихе, как мы уже прочли, сказано, Петр же, став с 11 возвысил голос свой и возгласил им. Да, на этом собрании Петр был проповедником, которого избрал сам Дух Святой. И поверьте, что Дух Святой ошибок не делает. Он безошибочно избирает человека в соответствии с возникшей ситуацией. Почему никто-то другой из 11, а именно Петр, был избран в качестве проповедника для этого собрания? Мы можем ответить только одно, что Бог поступает как Ему угодно. Слово было дано Петру Духом Святым, и результаты говорят о том, что этот выбор оказался Божьим. Но говоря это, я уверен, что помазание Духа в такой же мере почило и на остальных 11. Дух Святой объединил их в одно тело. Вы заметили, что эта вторая глава начинается такими словами. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Какую чудную атмосферу создает единство между братьями. Псалмопевец сказал об этом так, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там, где единство, заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Господь уже заповедал благословение, Он у нас ожидает, а от нас только требуется единство, и возлюбленный один из вернейших результатов исполнения Духом это единство между детьми Божьими. Вы заметили, когда Петр стал, и с ним стали и остальные одиннадцать, ни один из них не позавидовал Петру, почему он, мол, а не я, разве я не такой хороший проповедник, как он? Этого не было. Они все стали вместе с ним, чтобы его поддержать, ободрить, выразить солидарность и согласие. Друзья, не ожидайте много от брата, который не имеет поддержки остальных членов церкви, но в то же время будьте уверены, что благословение превысит все, о чем мы только могли мечтать, когда все и проповедующие, и руководящие братья, и церковь поддерживают того, который был назначен сказать слово. Такая поддержка была оказана Петру, остальными одиннадцатью, выразившие ее на деле. Они встали вместе с Петром. Вы заметили? Для всей наблюдающей за ними толпы очевидно было единство между братьями и не мудрено, что там, на том месте, на том собрании Господь заповедал свое благословение, слава и благодарение ему. Но, дорогие мои, с ним были и другие, поддерживающие его. Все 120, вся церковь, все они были единодушны вместе. О, какая сила в такой церкви! Что может сделать враг с такой группой верующих? Он бессилен. Но давайте немножко ближе познакомимся с самим проповедником и с его методом проповеди. Сегодня мы не успеем коснуться его проповеди. Это мы сделаем позже. Следующий раз, наверное. Следует сказать, что проповедь Петра сыграла решающую роль. Хотя, как мы уже указали, она не была бы возможной и при том некому было бы сказать ее без того, что произошло до этого. В Слове Божьем сказано, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вы заметили, ни сверхъестественный шум с неба, ни говорения на иных языках, ни радостные слабословия исполненных Духа Святого учеников не побудило обратиться Господу ни одну душу. Все это было необходимо. Однако, главной была проповедь слова. Только после провозглашенной Петром благой вести в силе Духа Святого об Иисусе Христе, о любви Божьей, началось покаяние, обратилось три тысячи душ. Да, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Здесь следует отметить то, как проповедовал Петр. Нам даны эти детали, чтобы мы обратили на них внимание и подражали им. В первую очередь Петр встает. Что он делает? Он нарушает существующую традицию. Тот факт, что Петр встал и с ним остальные одиннадцать сразу был отмечен присутствующими. Очевидно было, что происходит нечто невероятное. Помните, наш Господь учил сидя. Это мы знаем из Евангелии. Помните, как сказано, увидев народ, Иисус зашел на гору и когда сел, приступили к нему ученики его, и он стал учить. Итак, сидя, он сказал всю нагорную проповедь. Но теперь произошло нечто необычное. Настала эра проповеди Евангелия. Вместо того, чтобы говорить сидя, Петр встает. Это придает новое значение проповеди. и не неудрено. Подумайте, какую важную весть он должен был передать людям. У него чудная, радостная весть. Грешник примирен с Богом посредством Сына Божия Иисуса Христа. Как говорит апостол Павел, и так мы посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примиритесь с Богом. Петр знает, он создает факт, что он посланник Божий. Христос сказал об этом им накануне своего отшествия. Вы будете мне свидетелями, то есть вы будете моими посланниками. Петр имеет сказать что-то очень важное. Ему поручено провозгласить жизненно необходимую для людей весть, весть о Божьей любви в Иисусе Христе, любовь Божией каждой душе. Как может он провозглашать ее сидя? Да, как можно благовествовать сидя? Ведь у Петра была чудная весть, нечто новое, свежее. Вам, говорит он, принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. но эту весть он передал не только стоя, но сказано, что он возвысил голос свой и возгласил им. На место, с которого он говорил, собралась многочисленная толпа народа, и эти люди должны были услышать весть, которую Бог поручил Петру передать им. это богослужение проходило не в маленькой тесной комнатушке, оно проходило под открытым небом, микрофонов перед Петром, конечно, не было, и Петр должен был возвысить голос свой, но он не только громко говорил, можно громко говорить, и все же невнятно и непонятно, а иногда и ничего не сказать, поэтому здесь сказано, что он возгласил это значит, что его проповедь была изложена ясно и отчетливо, свои мысли, воплощенные в слова и предложения Петр излагал так, что каждый мог не только услышать, но и понять их. В подняке это же слово мы находим в четвертом стихе, разбираемый нами второй главы. В нашем переводе это слово провещевать, они говорили на иных языках, как дух давал им провещевать, дух говорил через их уста ясно, отчетливо и понятно. Помните другой случай, когда Павел свидетельствовал перед царем Агриппой и Фестом, и Фест вдруг громким голосом говорит, безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия, а Павел ответил, нет, достопочетный Фест, я не безумствую, но говорю слова, тут то же слово провещеваю, возглашаю слова истинной и здравого смысла, ибо знает об этом царь. Все, сказанное Павлом, было понятно, и Агриппа должен был признать это. Он говорит, ты немного не убеждаешь меня сделать христианином. Дорогие друзья, я убежден, что если человек призван Богом на служение проповеди слова, то одним из верных признаков истинности такого призвания будет то, что его проповеди будут ясными и простыми. Петр говорил так, что его все поняли. Он говорил доступным для них языком. Проповедь человека, призванного на это служение Богом, всегда будет указывать на Иисуса Христа и на то, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Павел так изложил истину Агриппе, что царь отлично понял сказанное Павлом и понял цель сказанного слова, чтобы он царь обратился к Господу и стал христианином. Ты немного, отвечает он, не убеждаешь меня сделать христианином. Значит, он понял все. Но наш текст не только говорит, что Петр проповедовал так, что все его слышали и что сказанное было ясно и понятно, но также, что слово Петра было специально предназначено Богом для той аудитории. Став, Петр возвысил голос свой и возгласил им мужей иудейские и все живущие в Иерусалиме. Петр обратился со словом к своим слушателям. Это слово касалось их лично. Встречаются иногда проповедники, которые обращаются к слушателям, но их проповедь не доходит до собравшейся. Почему? Слово не обращено лично к ним. Проповедник Евангелия не артист. Он вещник, посланник Божий с определенным словом для определенной группы людей. И такое слово никогда не останется тщетным. Оно всегда исполнит то, для чего Бог послал его. Видите, слово от Бога всегда заставляет человека отозваться и принять определенные решения. Оно касается его воли. Или же человек примет это слово, или же он его отвергнет. Никто не может оставаться в нейтральном положении после слышания Слова Божьего. Слышавший проповедь Слова Божьего должен принять то или иное решение. Он должен быть или за или против. Слово Павла, обращенное к Агриппе, привело последнего на распутье. Агриппа должен был избрать одну из лежащих перед ним дорог. Оставаться нейтральным он не мог. Он обязан был принять решение. Таково Слово Божье. Оно непременно требует определенного решения со стороны слушателя. Агриппа решил. Он сказал, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Что он этим сказал? Услышав убедительное ясное изложение слова из уст Павла, он говорит, Павел, ты почти убедил меня стать чадом Божьим. Почти. Да, таким было его решение. Но это решение не было нейтральным. Он отверг Слово Божье. Почти, но не совсем. Как вы думаете, была ли в этом вина Павла, что, мол, он не представил достаточно убедительных доводов в пользу христианства? Он не сумел разъяснить, почему следует стать христианином? Нет. Агриппино, ты немного не убеждаешь меня. То есть почти фактически было отказом от представившейся ему возможности. Он принял решение не быть чадом Божьим. Как раз совершенно обратное произошло в день Пятидесятницы, когда после проповеди Петра его слушатели тоже стоя на распутье приняли решение. сказано, что слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр им ответил, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Как отреагировали эти люди на проповедь Петра? Какое они приняли решение? Они покаялись и сказано охотно приняли слово Петра. Один был почти убежден и это почти оказалось его гибелью. А другие охотно приняли слово и получили жизнь вечную. Видите, нейтральным быть невозможно. Слово требует принятия одного из двух решений. Сегодня, мой дорогой друг, если ты стоишь на распутье, ты должен будешь избрать одну из дорог, принять одно из решения или за или против. Слушай, вопрос роковой звучит, что сделаешь с Иисусом? Не следуй примеру Агриппы. Этот путь почти ведет к вечной гибели. Приди к Иисусу сейчас и спасен будешь. Пусть Господь поможет тебе принять правильное решение сейчас. иисусом? Иисусом? Продолжение следует...